Уильям Тен Вопрос чистоты Доктор Амадей Баллихок с гордостью указал пальцем через весь огромный кампус университета МЭК, Бэш и Хэл Турман «Вот», — выдохнул он, обращаясь к взволнованно внимавшей ему группе «Вот это совершенное, обтекаемое формой здание, украшенное диагональными полосами Гордость университета и последнее дополнение к нашим великолепным образовательным возможностям Демена Комунаплекс «Целое здание!» — с благоговением, греющим душу любого мужчины, воскликнула молодая женщина справа от него «Для одного только прибора!» Президент университета любезно улыбнулся ей и перевел взгляд на остальных посетителей Его широкая грудь, подшитая дорогим портным рубашкой из чистого стекла, прямо на глазах раздувалась от гордости «Да, одна машина!» «Один только вопрос, сэр», — неуверенно сказал очень красивый молодой человек, сотрудник иллюстрированного журнала телевидения во вторник «Меня немного смущает только один момент, доктор, ведь Демена Комунаплекс вряд ли можно считать образовательным прибором Я хочу сказать, его ведь не будут использовать для обучения Он предназначен для исследований, верно? Для какого-нибудь Сумаса?» При этих словах все остальные журналисты явно задумались и принялись чесать в отмытых дорогими шампунями затылках тщательно наманикюренными пальцами «Знаешь, Стив, — медленно проговорила хорошенькая девушка, — я думаю, в твоих словах что-то есть Если этот прибор для какого-нибудь Сумаса, он не может быть полезен для образования Это уже относится к фигне типа «открытие новых границ» или чего-то в том же духе А за такой материал не захочет платить ни один спонсор Если дело касается Сумаса, необходимо все записывать, потому что возникает куча технических подробностей А раз приходится делать записи, что происходит с непосредственностью хорошего телевизионного журналиста? Непосредственность бесследно улетучивается, Лаура, — кивнул ей молодой человек Откуда ей взяться, если тебе придется читать свои записи, чтобы объяснить все, что происходит? Я имею в виду, кого все это заинтересует С таким же успехом можно вернуться к тем сухим как пыль газетным отчетам, какие писали когда-то в старину В Дни Сумасов, — добавил кто-то из группы, — в двадцатом веке Вся группа в ужасе содрогнулась Вовсе нет, — резко вмешался в обсуждение доктор Балли Хок Все обернулись, и он вновь громко повторил самым убедительным тоном Вовсе нет ничего подобного Что вы имеете в виду, сэр? — спросил Стив Любой прибор под названием Деменокоммунаплекс уж, конечно, является проектом какого-нибудь Сумаса Разумеется! Но, во-первых, мой дорогой, тот Сумас, который участвует в этом проекте находится под охраной и самым внимательным надзором некоторых наших беднейших умов Кстати, разрешите мне с законной отеческой гордостью сообщить вам, что он находится под надзором нашего факультета и студенческого коллектива, который в этом году обладает в среднем самым низким коэффициентом интеллекта среди всех колледжей всей страны Да что вы говорите! — воскликнула Лаура, с энтузиазмом оглядываясь по сторонам Это стоит вставить в мое шоу Я люблю рассказывать о прогрессе и таким образом внушать своей аудитории, что мы продвигаемся вперед Ну или что-то в этом роде Вы меня понимаете? — Конечно, понимаю! — заверил ее доктор Балихок Тепло улыбаясь девушке, он с удовольствием разглядывал приятные изгибы ее тела, отчетливо просвечивающие сквозь прозрачное зеленым оттенком платье Вам, журналистам, не понадобится делать какие бы то ни было заметки по поводу деменокумунаплекса По той простой, но весьма существенной причине, что никому из вас не удастся даже приблизиться к пониманию принципов его функционирования Этот проект был отдан на разработку исключительно сумасом, и только самые деградировавшие из них могут сообразить, как он работает Люди, такие как вы или я, или ваши телезрители, способны разве что описать его действие и производимый эффект, если он возникнет Раздался общий вздох облегчения Стив вышел вперед и протянул руку Примите мои извинения, доктор Я на самом деле не имел в виду, не намекал на... на... ну, вы понимаете Доктор Балихок кивнул Вполне! Журналист, который появляется на миллионах экранов, просто обязан проявлять крайнюю осторожность В этой стране и без того достаточно сумасов и их идей Теперь, когда мы убедились в полном взаимопонимании, могу я попросить вас набраться терпения Все объяснения по поводу образовательного значения Демена Кумунаплекса вы получите после того, как мы отправимся туда на своих скутерах Эксперимент должен начаться ровно в 4.30 И нас ожидает встреча с весьма нестабильным индивидуумом Они вновь взобрались в весело разрисованные скутеры Потянули за украшенные лентами рычаги рулевого управления И взмыли вверх под приятный аккомпанемент крошечных серебряных колокольчиков Укрепленных на миниатюрных задних бамперах Каково же образовательное значение Демена Кумунаплекса? Вновь принялся ораторствовать президент университета, устроившись на своем месте в ведущем скутере Ну, во-первых, существует чисто визуальный интерес студентов к столь сложной технике Мы будем всячески поощрять учащихся за каждый час, проведенный в здании, за созерцанием аппарата Конечно, это ни в коем случае не является неприятным Или, могу ли я употребить это слово, сумасбродным способом проводить время, отведенное для обязательных занятий в колледже Разумеется, та группа, которая посещает здание арифметики, предпочтет провести час здесь, чем тратить его, как они это обязаны делать сейчас, на деление в столбик или десятичные дроби Эти молодые люди могут впоследствии получить докторскую степень в области администрирования, как я, например Тогда они вынуждены будут управлять и нести ответственность за опасную умственную энергию от десяти до сотни сумасов Когда еще они найдут лучшую возможность наблюдать за этими созданиями, как не на первых курсах колледжа? А оставшаяся часть образовательного аспекта — коммуникация, — заметила Лаура По крайней мере, в университетском рекламном буклете, присланном в мою студию, написано «Пространственная коммуникация» Что это такое? Это выражение сумасов Пожал плечами доктор Балли Хок Вот сумасы, пусть его и объясняют Счастлив сообщить, что мой коэффициент интеллекта гораздо ниже опасной отметки 120 баллов Пространственная коммуникация Казалось бы, должна подразумеваться коммуникация между разными измерениями Какая от этого польза — понятия не имею Но, как со всеми разработками сумасов, никогда ничего нельзя знать наверняка Это может привести к чему угодно Например, скутеры, на которых мы сейчас передвигаемся, приводятся в движение некой излучаемой энергии, открытой сумасом-астрономом Он валял дурака с какими-то космическими лучами Другой, менее деградировавший сумас, на самом деле почти нормальный человек, применил открытие в инженерном проекте, относящемся к средствам передвижения И это дало возможность нормальным людям-техникам производить скутеры для нас Вот почему все расходы, которые мы несем, заботясь о сумасах и предоставляя им пищу, совершенно необходимы Никогда нельзя знать заранее, когда тот или иной их приступ прикладной науки Или даже припадок совершенно теоретической приведет к чему-нибудь полезному «Или опасному!» — вступила в разговор молодая Матрона, до сих пор державшаяся в стороне «Вспомните атомные бомбы, динамит, все эти ужасные вещи, которые сумасы, бывало, делали в старину, их философию!» Она содрогнулась и плотнее запахнула розовый жакет из стекловидного материала «В старину! В том-то все и дело! Вспомните, пожалуйста, историю!» — наставительно сказал доктор Балихок Первый человек приручил жизнь в форме низшего животного, чтобы обеспечить себя пищей Затем он приручил материю в форме машин, чтобы они работали за него А затем произошло самое главное — последнее событие Человек приручил ум в виде сумасов, чтобы они думали за него Они прибыли к полосатому зданию со стреловидными опорами и сошли на землю Стив указал на несколько располагавшихся прямо за новым зданием низких старомодных кирпичных строений, окруженных колючей проволокой «Это школа сумасов, доктор? Я знаю, что такая школа есть в вашем кампусе, и три года назад даже делал о ней краткое сообщение для тех людей, которых это могло заинтересовать» Да, пожалуйста, не расстраивайтесь так Эти создания присутствуют здесь отнюдь не в опасных количествах и под строжайшей охраной Наши законы в области государственного образования по-прежнему требуют, чтобы университеты содержали как минимум по одному колледжу с отдельным, но адекватным остальному оборудованием для тех, кто обладает душераздирающим высоким коэффициентом интеллекта Однако, я надеюсь, что недалек тот день, когда ради всеобщей безопасности их будут содержать отдельно, как уже произошло с большинством этих несчастных В надежных, с прочными стенами учреждениях под неусыпным надзором специалистов по сумасам По знаку доктора Балихока охранник отодвинул тяжелый дверной засов Внутри здания располагалось одно единственное помещение, занятое под электронную машину Впечатление было такое, будто паук сплел в этих стенах свой проволочный шедевр Ряды трансформаторов застыли в ожидании энергии, которая хлынет в их компактные стержни Электронные лампы, разбросанные словно капли дождя по огромной металлической пластине в центре комнаты Оставались пока обесточенными и слепо таращились на вошедших Возле металлической пластины находилась приборная доска со множеством индикаторов Рядом с которой стоял человек весьма неряшливого вида, волосатый и хмурый Тонкие металлические нити охватывали обе его лодыжки и исчезали в отверстии в полу Где, судя по всему, были намотаны на катушку, что позволяло человеку передвигаться в случае необходимости Когда он возвращался на прежнее место, избыток нити втягивался обратно Рядом постоянно находились два охранника Тот, что стоял справа, был вооружен весьма эффективным небольшим бластером Второй держал в руках крошечный радиопульт, управлявший работой металлических нитей «Дамы и господа!» — обратился к телевизионщикам президент «Перед вами сумас физик под номером 6B306 Или, как записано в его свидетельстве о рождении, Реймонд Джи Тинсдейл Его абсолютно нормальные родители даже не подозревали об умственных дефектах своего отпрыска До тех пор, пока целый ряд толковых изобретений ребенка не заставил их обратиться к администратору по детскому тестированию Который и открыл им правду «Какой ужас!» — простонала Лаура «Да после этого и детей иметь не захочешь, ведь такое может случиться с каждым!» Доктор Балихок мрачно кивнул «Может! Утешением тут может послужить только тот факт, что об уродце будут заботиться до конца его дней Родителям больше никогда не придется его видеть И, конечно, мы используем их для осуществления трудотерапии в отношении таких же несчастных, как они сами» «Зоопарк» — с горечью заметил сумас физик «6Б-306» Передвижной зоопарк прибыл поглазеть на людей А теперь они захотят, чтобы их развлекали «Кого волнует, что мое оборудование еще не отлажено?» «Но-но-но!» — предостерегающе произнес президент «Не стоит впадать в буйство, иначе мы будем вынуждены лишить вас оборудования и книг на неделю Пожалуйста, объясните, что это такое?» «Тогда, охранник, заставьте его надеть рубашку!» «Здесь же присутствуют дамы!» Охранник натянул на сумаса рубашку и тот раздраженно помотал головой «Сама атмосфера кондиционирована, сезоны контролируются, Каждое треклятое одеяние полностью прозрачное!» «И в то же время нельзя и шага свободно сделать!» «Ни на метр, ни на секунду!» «Что за мир!» Он ударил кулаком по раскрытой ладони и вздохнул «Ну ладно! Мы называем этот агрегат Деменокумунаплекс!» «Не потому, что мы так хотим, но потому, что надо же как-то его называть!» «А Джо-Джо тут подумал, что нам бы следовало окрестить его Балихокером!» «Итак, это Деменокумунаплекс! Он предназначен для межпространственных коммуникаций!» «Таких, как Четвертое измерение?» — предположил Стив. «Нет, не таких, как Четвертое! Существует бесконечное количество вселенных, сосуществующих с нами, но в ином времени и пространстве! Они прилегают к нам по градиенту энтропии!» Раздался ропот непонимания и недовольства. «Ох уж мне эти бредни Сумасов! Энтропия!» — пробормотал кто-то. «Градиент энтропии! Надо же! Пусть лучше начинает демонстрацию!» «Энтропию можно определить как повышающуюся хаотичность энергии!» Быстро продолжал Сумасфизик 6B306, пытаясь игнорировать сигналы доктора Балихока. «Это темп, которым наша Вселенная движется к собственной пространственно-временной гибели. Вселенная, чей градиент энтропии круче, останется невосприимчивой к нашему разуму и нашим приборам. Более того, любое излучение в ней действует на гораздо более высокой частоте, чем у нас. Степень различия мы можем оценить только приблизительно. А так как это коммуникативный «пожалуйста, начинайте!» — приказал президент. «Мы нормальные люди и интересуемся результатом, а не объяснениями. Теория может подождать!» «Проблема коммуникации с такой смежной Вселенной», — дерзко продолжал человек, не глядя на охранников, в основном состоит в том, чтобы найти правильную частоту, на которой существуют их эквивалент модели, скажем, электромагнитных или радиоволн. Поднимаясь выше наших самых высоких частот, с помощью моего внутрипространственного трансляционного прибора мы можем заполнить пространство лишь тепловыми волнами. Приближение — это все, чего мы пока способны достигнуть. Постоянные и тщательно продуманные эксперименты должны продолжаться. Если же допустить наличие разумных существ в смежной Вселенной, то их проблема будет состоять в том, чтобы найти достаточно низкую частоту в их пределах, которая позволит им войти в контакт с нами. Кроме того, им следовало бы... «Я ровным счетом ничего не понимаю!» — жалобно воскликнула Лаура. «Заставьте его начать опыт!» — доктор Балихок подал знак, и охранник многозначительно потянулся к радиопульту. Сумас-физик 6Б306 закусил губу и подошел к приборной доске. Он передвинул крохотный рычажок на одно деление, тем самым приведя в действие маленькое автоматическое устройство, которое издало два гудка, затем четыре, затем восемь. Пауза, и оно прогудело три раза, девять раз и двадцать семь раз. «Правильный контроль — вот ответ на все проблемы!» — самодовольно заметил президент университета. Тогда, в старину, создания, подобные этому, жили вместе со всеми нормальными людьми и наносили чудовищный вред постоянными дискомфортными изменениями и странными идеями, которые безостановочно приходили им в голову. Прогресс начался с назначения общественных комиссий для надзора за наукой, но предстояло пройти еще долгий путь, прежде чем мы достигли нынешней совершенной стадии управления и контроля. Сегодня, точно так же, как мы применяем различные агрегаты для проверки других агрегатов или поручаем собакам пасти овец, мы используем один вид сумасов для управления другими их видами. Например, с помощью тестов, составленных сумасом-психологом, мы периодически проверяем этот экземпляр, дабы убедиться, что он не замышляет ничего опасного. А сумас, работающий в инженерно-техническом направлении, придумал самонаматывающуюся катушку, чтобы... «Он закончил эксперимент?» — перебила президента Лаура. «Да, эксперимент закончен», — ответил ей сумас-физик 6B306. «Мы передали сигнал, и любые разумные организмы в смежной вселенной, которым удастся его принять, поймут, что он произведен математически развитыми существами. Теперь нам следует подождать возможного ответа. На самом деле он может прийти на любой радиочастоте. А поскольку создания, передающие нам сигнал, будут приближаться к нашему гораздо более низкому градиенту энтропии, он может прийти в форме звука. Мы должны быть внимательны». «Не думаю, что это кому-то интересно», — вмешалась Лаура. «Ни один человек не заинтересуется этой штуковиной, подающей гудки. И почему вы повернули рычажок только на крошечную черточку?» «Это штуковина, подающая гудки?» — ответил сумас с тем непоколебимым терпением, которое все сумасы проявляли в разговоре с нормальными людьми, сообщает квадратную и кубическую степень от двух и трех соответственно. А этот факт, вероятно, является постоянным для любого пространства и времени. Я передвинул только один рычажок. И только на одно деление, так как нам неизвестно, какова коммуникационная частота в той вселенной, куда попадет сигнал. А мы стремимся максимально снизить риск нанесения какого-либо вреда. Через неделю, если ответа не последует, мы попробуем другую частоту, затем еще одну. И так пока не добьемся результата». «Ну надо же! Да если бы вы рассказали мне все это раньше, я бы наверняка смогла помочь вам. У вас здесь проблема с коммуникацией, а это как раз моя область», — сияя улыбкой, сообщила Лаура. «Пожалуйста, отойдите в сторонку, чтобы я смогла». Когда она шагнула к нему, Сумас бешено замахал руками. Его лицо исказилось. «Нет!» — завопил он. «Вы!» Доктор Балихок щелкнул пальцами. Невооруженный охранник сделал какое-то быстрое движение. Раздался щелчок, по всей длине металлической нити пробежала сверкающая искра, и Сумас со стоном упал на пол около отверстия, в которое уходила нить. Его ступни судорожно подергивались. «Вы должны понимать», — мягко втолковывал ему добрый доктор, — «что наука служит человечеству, а не наоборот. Лаура Биссельроуд — одно из самых известных и популярных лиц на нашем телевидении. Она — ведущая программы «Воскресное приложение». Возможно, ей удастся не только пробудить интерес аудитории к вашему эксперименту, но и помочь вам в решении проблемы». Сумас физик 6Б306 уткнулся лицом в пол и застонал от отчаяния. «Ну, во-первых, — радостно объясняла Лаура, — я поверну все оставшиеся рычажки. Следует в полной мере задействовать имеющуюся в наличии сеть. Мы можем с тем же успехом использовать все эти, как их, частоты». Человек у ее ног начал биться головой о пол. Затем, как ни в чем не бывало, продолжала журналистка. «Вместо этой противной старой штуковины, подающей гудки, я бы использовала мой очаровательный, хорошо поставленный голос, который обожает весь народ. Фактор человеческого интереса. Вот о чем нам постоянно твердили в школе телевещания. Помнишь, Стив?» «Конечно», — подтвердил Стив. «Интересы людей важнее, чем интересы телевидения». «Всем привет!» — кокетливо замурлыкала девушка в микрофон. Говорит Лаура Биссельроуд с другого конца градиента энтропии. «У нас тут маленькая вселенная, точно такая, как ваша маленькая вселенная. И мы хотели бы, если вас это, конечно, не затруднит, попросить вас отложить на минуточку свои дела и в нескольких словах рассказать нам, как вы ощущаете». Она открыла рот, собираясь завизжать, запнулась и… словно вдруг растворилась. А вместе с ней, в неожиданно образовавшейся в земле воронке, исчезли все остальные люди, невероятные агрегаты и даже само здание. Перевернутые вверх тормашками кампус университета, строения студенты, все утонуло в пузырящейся почве. По всей планете кренились и падали горы, затвердевали и выкипали моря. Воздух мутнел и взвихривался, рождая невообразимые силы ураганы. За краткий миг коммуникации свершилось нечто умопомрачительное. И, наконец, странно изменившаяся Земля замерла. Полностью лишенный жизни мир принял стабильную форму. Теперь планету опоясывала словно экватор странно извивающаяся лента, проходившая по дну того, что некогда называлось океаном, и волнообразно изгибавшаяся у подножия того, что было горами. Волнистая линия несла сообщение на языке, которого никогда раньше не видывали во Вселенной. Оно было написано гигантскими буквами, созданными из молекул вещества. Дело в том, что его авторы в спешке весьма приблизительно вычислили частоту. Вот примерный перевод сообщения. Не будете ли вы любезны немедленно прекратить передачу эквивалента зудения? Оно вызывает у нас эквивалент сильнейшей головной боли! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...